всем привет сегодняшнем видео мы научимся вязать вот такой вот шахматный узор заодно вы научитесь или еще лучше станете менять цвета я вам покажу схему но вы можете делать квадраты как и больше так и меньше а это вы возьмете как основу таким методом вяжут и сумки и кардиганы все что угодно главное включить фантазию и найти время нам понадобится сегодня крючок 3 миллиметра и пряжа двух цветов и базовые знания вязания из моих предыдущих уроков в общем чего томить давайте уже начинать поехали и так я начинаю ряд с темного цвета и мы должны сделать мы должны провязать 30 воздушных петель это будет низом нашего полотна и так я провязала ровно 30 воздушных петель и делаем одну петлю подъема и начинаем вязать 5 столбиков без накида 1 столбик без накида и мы уже начинаем прикреплять вторую нитку второго цвета которую мы будем использовать мы ее просто вот сюда прикладываем и начинаем уже вязать с ней то есть когда мы тебя уздеваем в петлю мы цепляем и и вот мы провязали второй столбик без накида она уже нашим столбики без накида дальше вяжем третий столбик без накида 4 и 5 мы до конца не провязываем только до половины берем уже нитку второго цвета и провязываем и провязываем и провязываем уже ей с коричневой нитью мы делаем все точно так же делаем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 и 5 мы до конца не провязываем и берем уже нитку второго цвета дальше вяжем опять 5 столбиков без накида 2 3 4 4 5 провязываем не до конца я возьму уже второй ниткой вяжем 5 столбиков без накида 1 2 3 4 5 столбиков без накида не провязываем до конца берем уже вторую нить и вот мы довязали до конца ряда вот такой вот аккуратный ряд у нас получился вот так вот мы аккуратно поменяем цветом теперь вяжем воздушную петлю и для подъема и поворачиваем ряд вяжем той же нитью нитку мы перекладываем вот вывязывая и вязание и делаем опять точно так же как мы делали в прошлом ряду только там мы начинали с темно ниткой нитки здесь со светлой нитки 3 столбик без накида 4 столбик без накида и 5 мы до конца не провязываем а берем уже темную нить таким образом мы вяжем примерно 5-4 ряда и встречаемся уже после пяти рядов итак я провязала 4 ряда мне этого оказалось достаточно и провязываем последний квадратик вяжем 5 столбик без накида и до конца его не провязываем провязываем только наполовину и меняем цвет на бежевый моем случае вы же меняете цвет на любой другой делаем воздушную петлю либо петли подъема и начинаем уже по коричневому вязать бежевая нитка не забываем что нужно прокладывать коричневую нитку чтобы идти дальше и продолжаем уже вязать таким же образом 2 ряд следующий вернее ряд по-другому меняю все так же цвета и встретимся уже когда провяжем эти 4 ряда либо в вашем случае 5 смотря какая у вас пряжа и состав нитки поэтому все может быть индивидуальной по-разному вы же смотрите как вам нравится может быть вам нравится не квадраты и прямоугольники кому как ну и продолжаем так вязать я провязала второй ряд такой же как и вот этот первый и вторую сделала в общем таким образом можно вязать очень-очень много вот так будет получаться очень красиво я сейчас довяжу примерно сделав квадрат и уже вам покажу результат как это будет выглядеть уже на более большом изделии не знаю какая из них лицевая какая изнаночная по моему вот это лицевая а вот это вот изнаночная но это не точно и тут уже принципе знаковый тут большого значения не имеет вот так что дальше я связала еще два ряда для наглядности вот как выглядит шахматный узор с лицевой и изнаночной стороны хотя они особо не отличаются вне вообще не отличаются в общем вот так вот просто и легко можно связать вот такой вот красивейший узор как по мне поэтому всем желаю творческих успехов всем удачи и всем пока пока